Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Весна пришла. Весне – дорогу. Чучело зимы сожгли на Театральной площади в воскресенье. Было жару. На центральном рынке гостей и предпринимателей угостили масленичными блинами. Яль на свете всех стройнее. В Анапе прошел чемпионат и первенство по фитнесу. В станице Анапской состоялось заседание Совета общественности сельского округа. На повестке дня несколько вопросов. Итоги социально-экономического развития округа в 2013 году, благоустройство территорий и наведение санитарного порядка. С докладом выступил глава Анапского сельского округа Олег Гончарук. Из средств краевого и местного бюджета в прошлом году на ремонт дорожного покрытия между станицей Анапской и хутором Бужор выделили 15 миллионов 89 тысяч рублей. Выполнен ремонт по восстановлению асфальто-бетонного покрытия в районе амбулатории номер один на сумму 2 миллиона 600 тысяч рублей. Произвели капитальный ремонт пешеходных переходов на краевой трассе. В мае-юне 2013 года управлением ЖКХ был проведен ямочный ремонт дороги общей площадью 100 квадратных метров. Частично отремонтированы дорожные перекрестки. За счет средств водоканала заменено 900 метров водопроводных труб. Активно ведутся работы по благоустройству территории сельского округа. Вдоль краевой трассы по улице Мира мастера предприятия «Зеленстрой» кронировали 235 деревьев, высадили цветы на клумбах. Продолжается реконструкция летней эстрады. Два места отдыха привели в порядок – спортивную площадку в хуторе Усатого Балка и детскую площадку на Куматыре. Олег Анчарук отметил острые проблемы округа – санитарное состояние, бесконтрольность рынка и выносная торговля. Мы с этим будем бороться. Мы победим. В этом сомнений нету никаких. Конечно, хочу обратиться к вам, чтобы мы все вместе в одной команде сплоченно работали, потому что когда мы вместе, мы сила. Мы можем ничего сделать. На территории сельского округа проводятся работы по пресечению наркомании и алкоголизма. В профилактической работе к здоровому образу жизни призывают руководители органов ТОС и представители общественного совета. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Народные гуляния и блины на угощение. В воскресенье на театральной площади Анапчане и гости курорта отпраздновали Масленицу. По старой русской традиции устроили бои и после попросили прощения друг у друга в прощенное воскресенье. На праздники Масленица побывала Алина Гумерова. С шутками да прибаутками, веселыми забавами и песнями анапчане проводили зиму. На широком масленичном гулянии жители города с удовольствием принимали участие в традиционных русских забавах. Перетягивали канат, мальчишки дрались в бою с подушками, а самые смелые штурмовали ярмарочный столб. Кому-то добраться до заветного подарка так и не удалось, но были и те счастливчики, кто все-таки забрал свой приз. И, конечно, какая Масленица без угощений. На праздники каждый смог попробовать вкуснейшие блины. Выбор богат – от простых блинчиков до ажурных из рисовой муки. В фестивале обрядовой казачьей кухни «Самый блинный блин» жюри из представителей администрации определила победителей среди предприятий общественного питания, санаторно-курортного комплекса, куреней сельских округов и атосов. Помимо блинов, участники подготовили праздничное представление. Больше всего мне понравилось, как залазили люди на столб. Это очень весело было. И очень понравился кнатоходец. Очень хороший. Вообще все хорошо по традициям в Анапе проводится. Прекрасно все. Чаще бы организовывали такие праздники, чтобы эти традиции не ушли от нас. Лица веселые, все рады, значит всем хорошо. Праздник великолепный. Я просто сама последние пять лет выступала на этой сцене. Отличные скоморохи, очень весело, прекрасно просто. Мы благодарны анапчане нашему мэру Сергею Серепаловичу, что вот это вы организовали, такую хорошую мастерницу. Это очень хорошо. Это прежде всего для народа, это единение народа происходит. Для анапчан и гостей курорта работала ярмарка сельхозпродукции, меда и кондитерских изделий. Мероприятие сопровождалось концертом с участием исполнителей творческих коллективов города. Все участники получили подарки и благодарности в разных номинациях. Кульминацией народных гуляний стало традиционное сожжение чучела масленицы. Сжигая его, люди прощаются с зимой и радуются наступлению весны. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло! Алина Гумерова, Максим Логоша, Анапа-регион. На центральном рынке тоже отпраздновали масленицу. В первый день весны на центральном проходе рынка пекли блины и угощали гостей. Более 40 литров теста, более тысячи блинов и одно настроение от прихода долгожданной весны. Блины со сладкой начинкой, горячий чай. В первый день весны на центральном рынке организовали блинную акцию. За румяными блинами выстроилась очередь. Я здесь стою, жду блинчики, буду их кушать, масленицу отмечать. Бог Ярила был, Бог солнца. И ради него пекли блины, потому что похоже на солнышко. Удивил. Не каждый взрослый знает, где и когда началась традиция печь и есть блины на масленицу. Не все знают, но все любят. Вообще очень здорово. Тем более, когда мы ходим тут, прям это сюрприз для нас. Вообще Анапу очень нравится. А вот тут вот. А почему приехали в Анапу? В санаторий или просто? В санаторий. В санаторий. Ну просто, ну нравится. Второй год приезжаю, в общем с удовольствием. Именно зимой? Да, именно зимой. Потому что у нас в феврале вообще холодно. С Еленой в Анапу приехали две подруги. Аромат блинов, как и все в Анапе, пришелся по вкусу. С медком, гречишным. Хороший мед. Очень приятно, потому что я представитель общественного питания. Очень благодарна, что вы такой праздник устроили для гостей. Ну я бы сказала на пять с плюсом. Слышали, что сегодня у вас масленица и будут блины жареные. Мы поели очень вкусные. У вас хороший город. Праздник устроила администрация и предприниматели центрального рынка. Принесли самовар, поставили плиту, развели тесто для блинов. Более 40 литров. И пекли здесь же, угощая гостей блинчиками с пылу жару. Наконец-таки наступил долгожданный день весны. Идет масленичная неделя долгожданная. Администрация рынка решила организовать такой небольшой праздник для посетителей рынка, для торгующих рынка, совместно с торгующими рынка. Каждый желающий может попробовать. У нас такой блинный стол есть. Все бесплатно для людей. Блины, чай, угощение, варенье. Сами создали праздник и для себя, и для гостей. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Актеры театра-студии «Пигмалион» представили премьеру спектакля «Два в одном». День премьеры совпал с прощенным воскресеньем. И не случайно руководитель театра-студии Александр Ребец начал с того, что попросил у всех зрителей прощения. Сценическая версия, представленная зрителем, состоит из двух произведений. Пьесы Людмила Петрушевская «Золотая богиня» и «Вредных советов» Григория Остера. В этой версии юные актеры показали нашу жизнь без прикрас. Какая она есть. Богач в исполнении Михаила Восерова собирается продать город вместе с его обитателями. Маляром, которого представил Данила Елфимов, его сестрой в исполнении Эрики Ганжа, веселкой в образе Матвея Зацеляпина и его сестрой-кладовкой, роль которой исполнила Владислава Аксенова. Этому пытаются помешать клоуну «Бим» Сергея Сергеенко и «Бом» в исполнении Виктора Пагукаева. Жизнь все расставляет по своим местам. Так и в этом спектакле все заканчивается хэппи-эндом. Зло наказано, добро побеждает. Но остается вопрос, а все ли мы делаем, чтобы так было всегда? Зрители поблагодарили юных актеров аплодисментами. Впереди у них новые спектакли и конкурсы. Фитнес – это не просто программа для поддержания спортивной формы. Это самостоятельный и серьезный вид спорта. Чемпионаты первенства по фитнесу прошли выходные в Анапе. Уже в шестой раз спортсмены из 13 муниципальных образований приехали в Анапу на чемпионаты первенства Южного и Северокавказского федеральных округов. 47 команд, более 400 участников. На торжественную церемонию открытия соревнований пришли почетные гости. Хотелось бы пожелать участникам здоровья, успехов, достойных побед. Пусть победит сильнейший и попадет на первенство России, чемпионат России. Отсюда с гордостью до конкурса. Командам предстояло показать все, что наработали на практике и изучили в теории о здоровительной спортивной аэробике. Соревнования проходили в нескольких возрастных группах и трех дисциплинах. Аэробика, степ-аэробика и хип-хоп-аэробика. Пока жюри смотрела выступление команд, другие участники перед выходом на сцену тренировались в холле городского театра. Гостья из Геленджика Екатерина Рузаева занимается фитнес-аэробика три года. Ее команда «Надежда» двукратный чемпион ЮФО. Когда только пришла, мне казалось, что это достаточно сложно. Хотя со стороны смотрелось достаточно просто и легко. Но я пришла, и я поняла, что это мой вид спорта, мне это нравится, мне это по душе. Я стала продолжать заниматься этим видом спорта. Ребята из Анапской команды «Аризона Мини» – участники множества соревнований. Девятилетняя Катя Фролова признается – всегда любила танцевать. Хип-хоп-аэробика занимается уже два года. Мне дает большую радость. И даже если мы заняли и второе, и третье место, все равно это счастье такое, когда среди всех занимаешь какие-то места. И очень мне нравится заниматься. Команда «Аризона Мини» и флешмоб из Анапы достойность себя показали на чемпионате. Две команды и два первых места в своей категории. Все победители отправятся в Москву на чемпионаты первенства России по фитнес-аэробике. Алина Гумерова, Максим Логоша, Анапа-регион. Анапчане снова отличились на спортивном Олимпе. На этот раз партию медалей и разные пробы привезли борцы Центра боевых искусств «Белый дракон». На отборочных соревнованиях Краснодарского края по рукопашному бою приняли участие около 120 человек. На татаме Центра боевых искусств «Белый дракон» вырос не один десяток сильных бойцов. Некоторые продолжают заниматься профессиональным спортом. Но уже на другом уровне, в северной столице нашей страны. Молодое поколение продолжает славные традиции предшественников. Поехали в составе семи человек. Три первых, один серебро и три бронзы взяли, приехали. Двое, 14, 15, 16, 17. Попали в сборную края. Сейчас во 27-го будем ехать на отбор на Россию в город Ахтубинск. Это Астраханская область. Если получится, дай бог, чтобы мы прошли там отбор, то в середине марта будет уже идти чемпионат первенство России в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что мы туда попадем. Техника, по которой руководитель и тренер Центра боевых искусств «Армия Баласян» готовит спортсменов, симбиоз жесткого направления школы кунг-фу и философско-боевого стиля айкидо. Поэтому и набор в группу ведется не просто по физическим показателям. Выбирают думающих спортсменов. Способность ребенка мыслить, видеть, понимать – критерий очень много. Есть определенная группа, ребята набираются с 10 лет, это в группу самообороны, это в согласовании с родителями, это не для ребят, которые выезжают, бьются, а именно чисто самообороны. Далеко не все, кто приходит перенимать знания белого дракона, остаются с ним навсегда. Этот вид восточных единоборств требует проявления воли, терпения и силы духа. Эти качества, воспитанные на тренировках, проявляются и на соревнованиях, и в повседневной жизни. Вадим Родин, Максим Логоша, Анапа-Регион. Это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 4 марта, в Анапе облачны с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 13-15, ночью до 11 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды 8 градусов со знаком «плюс». Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова